ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, слава Тебе! Замолите святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Отче наш, иже и си на небесе, Господи, Сыне Твое, прицарствие Твое, да будет воля Твоя, яко, на небесе и на земле. Хлеб наш насущен дашь нам здесь, и отстави нам долги наши, яко же, и мы отставляем ложников нашим. Не веди нас на искушение, но избави нас от лукаванных. Ибо Твое есть садство, сила и слава вовеки. Слава Отцу и Сыне и Святому Духу. И ныне и пресно, и вовеки веков они. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Замолите при чистой Тебе, Матери всех святых Твоей. И Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, милостью будь негрешному создав, мне Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, проси меня негрешного. Помилуй. Так, сегодня у нас понедельник, июль, 30-е. А почему ты сразу на молитве не был? Я вот пришел. Что? Он здесь был, здесь. Не здесь, а здесь должен стоять. Вот привыкли где-то, хоть на одну минуту, вот Глушко приходит, на одну минуту, но чтобы опоздать. Как точно так высчитает свое время, чтобы приходить в храм на одну минуту опаздывать? Понимаете, вы, ну, приди раньше. Вот на вокзал идут, адрес интервайне идет, а билета на руках уже нет. Я всегда приходил на час, на полтора. Пока обошел, все, никакого волнения, ничего нет. В самый последний момент включает скорость, а уже бесполезно. Поезд ушел. Я спрашиваю, Виталий. Еще время-то. Тебе понятно или нет? Да. Минимум 5 минут, чтобы в запасе, чтобы сидел уже здесь. Мне нравится, вот, Громов говорил, в Афганистане генерал армии, в своей жизни, говорит, я опоздал только два раза. Он не боится сказать об этом. Стой спокойно. Не общипываю, как курицу ее. Начинает друг друга обирать, что-то подправлять. Платочек, стой, напрягись, и все время глазами куда-то водишь. Слушай, что говорят, пересказать-то ничего не сможешь. Два раза, один раз в Афганистане, когда сказали, в Афганистане умерла мать. Умерла мать, а там какая-то, видимо, военная операция была. Он только смог на второй или третий день в Россию попасть. И прибыл уже с опозданием. Приятно считать. У нас отец был неграмотный. Совершенно, и мать неграмотная. Но в них это заложено было. От матери я этого не слышал, а отец. Кто-то куда-то мы собираемся ехать в Корщину. Кто-то на лошади подъехал. А ты копаешься, еще там не оделся или что? Отец. Он был там тебе колотушку через дверь выбросить. Тебя ждут там, да как ты можешь это делать? Взял ту лупу, чтобы бегать, хоть босиком обудешься дальше. Ты знал, что ехать, знал. Почему заранее не обулся? И вопросов нет. Он там вложил, вмонтировал в нас. Вчера выходим, слизистый, чапкается и трякала него. Мы идем, я на улице парюсь, стою на солнце. А вам нужды никакой нету. Я вас не допустил даже до гороха. Вы недостойны там быть. Но еду ешьте сколько хотите горох. А этому-то ему, если-то, кол на голове тиши. Понятно, нет? Никогда нигде не опаздывать. Опоздал, значит, не успел. Горе опоздавшим. Вся Библия об этом проликнута. Потому что последние мгновения вздох, и ты не покаялся. И все это навеки. Навеки мы даже не понимаем этого слова. Говорит, восьмерка на боку. Так, какой вопрос вы сегодня задали с утра мне? Мы подошли с вопросом дать нам характеристику. А с чего вы решили, что я даю характеристики? Я слышала от предыдущих гостей. Мы давали характеристики. Они отображены в наших книгах. Я писал не один. У нас старший воспитатель была Наталья Николаевна Приходько. Вот. Она с детьми там больше, чем я. И поэтому она писала. Я спрашивал родителей. Иногда семь человек писали. Я подводил итог только. И своим мнением тогда давал характеристики. Ни одной ошибочной характеристики не было. Однажды было. Он архитектор города. Он приехал. Борщов, кажется, его звать. Вот. Ну, наверное, тоже характеристики. Пробыли дети полторы недели, а две это акклиматизация. Мать стоит здесь. Как дочь. Я стал говорить. Обычно дочь и мать очень сильно похожи. Но если настоящий отец, то сын в отца. Хочешь жениться, сначала с матерью, с тещей будущей познакомиться. А то вылетишь ей в окно, как голубь. Ну, я стал говорить. А мать соглашается с я. А вот сказал. Я говорю, они такие эгоисты у вас. Они никого не видят. Да нет, мать говорит. Мои дочери добрые. Они в другом не послушают правильно. А здесь нет. А отец стоит и говорит. Нет, говорит. Все правильно сказано. Полторы недели. И мы узнали больше, чем они за 15 лет. Они то ли двойняшки, лиги высокие такие девчонки были. Вот так характеристика. Ногами не низки. Тебя очень трудно удержать на одном месте. Ничего не задевает нигде. Характеристика писать. Во-первых, некогда. Поздно сказали. И писать-то я не стал бы. Если со мной пошел Сергей Павлович, так не отвлекайтесь, если уже никуда. Вам это сгодится. То он сидит печатает, я говорю. Потому что я очень много печатал на машинке. А здесь клавиатура другого размера. И мои пальцы хватают две клавиши. А отвыкнуть мне никак нельзя, потому что там тысячи страниц. Там много лет я сидел и печатал. Я пишу пять минут, а минут семь выправляю только. Захватывает буква Л везде. Тут палец короткий, отрубленный. Карактеристику могу дать только устно. Вы в чем-то похожи. Медлительные. Куда бы ни пошел, обернешься сзади Марина и Оля. Сзади. А это за ними ей как раз. Чтобы никуда не торопиться. Нет, ей нужны сейчас крепкие ежовые лукарисы вот этой Аполлинарии. Я знаю, что то, что я говорю, у плотских людей это не вмещается. Только духовно это понимает и всю жизнь благодарна. Духовно рассуждает. А другой начинает хамить, дверь хлопать, косяки трещат даже. Не то, чтобы придержать, а наоборот еще отмахнет его. Вот мы в поездке. И бывало там наши, которые сидели рядом. Сергей Павлович, Третьяков, я ему говорю. Начинает хамить из-под тишка. Они не понимают, что нужно рассуждение. В первую очередь, это возрастная группа. Далеко я старше моей матери. Это должно сразу поставить на место. Ни один мусульманин не будет так разговаривать. Запомните, мусульмане. Для них кто? Старцы. Аксакалы. Драка. Я попал в круговорот драки. Русских с киргизами. Я иду с братом. Они налетают. Ну, его видно, он выше меня рос. Они его раз в канаву. Один забежал. Я говорю, русский кричит, аксакал. То есть не ударь случайно. Я дальше иду. Драка. Я прохожу. Среди них ни один не тронет. Это в них в крови заложено. У русских этого нет. Старик, как самое удобное, он сопротивляться не может. Он больной. Сшибить его одним бармахом и все. А рядом с нами Михаил Кальмаев. Михаил Михайлович. Я им после говорю, скажите, братья, Михаил мог это сказать, как вы? Оба соглашаются. Нет. Ну, больше ничего я не буду говорить. Он старше вас, всегда власы. Но он моложе меня. Может, даже сыровья годится. А вы-то почти во внуки годитесь. Так? Так. Так, смотри. И он, когда уже ложатся спать, а я что-то там задержусь, я там потихоньку подойдет, зайдет. Ой. Смотрите, Михаил Ильич, как я вам благодарен, что меня взяли в поездку. Как он, мол, я бы научился. И опять потихоньку отойдет. Это в человеке. Хам ничего не получает, кроме черноты. Хам. Он над отцом высмеялся. Он его не раздевал. Он не прикрыл. Прости, Господи, если я где-то был виновен. Прости, помилуй. И не вмини во грех. Прости. Эти люди не понимают. Иногда они всю жизнь в этом на состоянии находятся. Особенно часто, незаметно в семейной жизни эта женщина против мужа восстает. Жена, да учится, не учит, а учит. Учится. Частиство вся, о чем говорит? Притягательное местоимение. Мыть? Мыть я могу тарелку. А мыть вся, это вся моя себя, вся направлена на себя. Понимаешь, нет? Не мэтта, скажи, понимаю. Понимаешь. Жене учить не позволяю. Вот Павел стоит. Жене учить не позволяю. Это бесполезно. Она палец откусит, пока мне показывать будет. Жене учить не позволяю. Не властвовать над мужем. Но быть в подчинении. Жена-то учится безмолвно. Учится. Не учит. Учить не позволяю. Учится. Да кому уж там пьяница за булдыга? Другого там не написано. Нет там другого. А вот это, да ты выпроси у Бога, чтобы он был другим. Учить он там право с капитрой не имеет. Жена, говорит, занимает эту домашнюю капитру. Вот мы спросили. Я вас перетираю, сколько есть вот здесь. Маленько где-то что-то видно. А другое нет. Чуть-чуть не так, только сразу. Сразу же звериный оскал. Вот как, говорит, узнать, это как в притче. Волк надел овечью шкуру. И как узнать? А хозяин взял и прутиком. Овечка сразу согнулась, пробежала. Согнулась. А если волк, он, наверное, сразу расщепился и щелкнул зубами. И вот сразу видать. И голос, интонация. Все, я сколько раз в Политыкиной говорил, Лена, у тебя скандальный голос. Я уехал, она с Галей там скандал устроила. Галя забрала ребятишек и уехала домой. Как сказать? Ее голос, когда были у нас эти протеереи благочинные, приехали-то. И она сказала слова правильные, она знает. Она любит Господа. Но сама интонация говорит, дома или где она этим голосом пользуется. А не мгновенно. Он сразу перестал говорить, это ты нас учишь. И сразу от нее приедет он со мной. Вот ваши ученики как ведут себя. Она только сказала, ну это же в Писании написано, она не выдержала. Я сказал, выйди отсюда, в другую комнату. Она так вот здесь попортила. У меня был мальчишка один, он ей букву Ре не выговаривал. Я высыпаю землю там на крыше, а ему надо ронять. Он говорит, а можно я подгавняю? Ну как, у евреев Букаре, она больше на Г похожая. Ну я тебе не сказал, что можно там тебя говнять. Не надо мужчину подравнять под свою глупость. Женщина не должна учить. Ее голос личный человек не должен слышать. Я рассказываю всегда о Тарасулу Агамзатову учился, как у них обычай. Обычай, если она вошла в дом, тесть, свекор ее, не должен слышать ее голоса. Слышал рассказать? Да. И еще нельзя сделать. Все, и как он решил, старик, раскубарить это дело, есть такой закон, собрать всех и попросит. И наутро она ему так отбрила, вот к вечеру второго быка заколола, только скажите, что больше при мне не разговаривал. То есть раньше времени загонит в мобилу. Знаешь, ты еще? Слышал, да. Нет, это знаешь, нет, Владимир? Вот я разговаривал. Я беру от всех народов все. Жене учить не позволяю. Я беру из своей семьи и из семьи моей жены, Надежды Васильевны, чтобы ее мать разговаривала так, как она разговаривает с мужем. Это вообще даже не мыслим. Они только головой качали, и что? Так же моя мать. Что-то, где-то, как-то, все, голову склонило, все пошло. И отец всегда скажет, куда пошел. Ихи вот в селезду, вот сюда. Мария, я к Семену пошел, а мать копается с горшками. Он не уйдет, пока они скажут, чтобы его не искали. Он неграмотный. Записки написать не может. И опять, Мария, так я к Семену пошел. Она опять никак. Да ладно, ты десять раз докладываешься, иди, иди. Ковену успею только где. Вот образец запомнилась как. Характеристика вам очень похожая. Нигде ничего не говорили. Жена, она слышит, еще все слова в ухо не вошли, а она уже, ну-ну-ну, пацаны высыпалась через рот. Дырявая посуда. Утлая, как называют. И ей только молчать. В Англии прошел опрос студентов, взрослых. Ну, конечно, там не домохозяек, только все. И в среднем оказалось, женщин на 25% глупее мужчины. По всем опросам. Это доказывать ничего не надо. Женщина живет, допустим, на 15 лет больше мужчины. Так в природе ее устроено, если она аборт не делала. Понимаешь как? Это надо все это учитывать. Ты женщина родилась, ты бунтуешься против Бога. Он тебя такой создал. Ты могла не женщиной родиться. А раз родилась сразу же, дочка, все закончено. А золотом изгород вышла замуж, теря превратись в камень. Камень не разговаривает, рта не разговаривает. Научи молчать. Не по глупости. Мудрый знает, где что сказать. А глупый не знает времени. Характеристика вам, как говорят, такая характеристика, с такой, говорит, характеристика, даже к тюрьму не примут. Марина любила брать гнев. Начну с Марина. Гнев губит человека. Тем безрассуднее, женский, и тогда... Ход 10 раз замуж выходи и разведешься. Жития никакого не будет. Никому не усупишь. А это не то, что трагично, плохо. Нигде спокойно. С матерью, со всеми. Постояла. И дальше не забыть. И только не забыть. Памяти-то не так и много. И чтобы помолиться. Углубись в молитву. Моей маме слабые глаза были, на очки. Еще слабые, она вторые очки надела. Подошла, говорит, между двумя очками мухи залазят. Палец не пролазит. Отгони их, мух у меня. И они знали о капестве, считать каноны везде. Еще они к маме обратились, моя мама. Она ни слова не говорила, она в своей книге. И там коровник, она еще из дома-то не была. И она в коровник и уже углубилась. А мы ждем ответа. Работаем. Я говорю о своей Марии Егоровне. В детстве еще на Ревой была она, в девичестве. От работы не отлыгивай. Еще мне сказала, когда посмотрела ролик, где вы там мнете, лежите, на ягоднике. Еще сказала? Нам стыдно. Со стороны на себя посмотрели. Вот это стыдно. Вот это стыдно означает, прости, покаяние привозит. Ой, я виноват. Осознание вот этого, злотозгость, есть начало покаяния. Это уже положительное. Марина мне этого не сказала. А почему? Она когда пошла, я их поднял, в ней это сразу закипело. Она очень гневливая. И пошла, уже позади всех. Ей надо, чтобы не врезать. Десятки притчей. Первое. И возраст, пол, ты в гостях, полная зависимость. И неправду сказать. Она шла, я берущееся, все бросила. Если я беру ягоды только для вас. Если только для меня, то это чудесно, замечательно. Но дело в том, что я не пользуюсь ягодами. И люди, которые не понимают, брали мы ягоды. А ягоды-то куда ушли? Больные им отправили в город. Которые сделали варенье. Дроботы повезли. Я варенье это и не ем. Я вообще ягоды не беру. Летко, когда в чашку сцепнут вместе со всеми. Во-первых, это абсолютная, голимая, то есть голая ложь. И сказать, знаешь, что сзади съемка идет, это на весь мир идет. Это дерзость запредельная. И наглость. Это после крещения, после причащения. То есть к Христу места нет. Серьезный, серьезный недостаток. Это прошло мимо, там, ну, еще не было, даже осознает. Это уже большая разница. А как это? Покаяние. Слезное просить покаяние. Не железное. Вот я заметил, люди, которые так делают, они любят фотографироваться в профиль. Иван Квас. Я очень внимательно смотрю, как мне говорят, профессор, там, психология, великий психолог, я знаю. У меня фотография так и стоит. Дерриганная фигура. Зачем? Она не знает этого. А ее так побудило. Потому что прямой взгляд и все сразу обнаруживает в человеках. Что-то можно скрыть. А скрывающая такую жену, написано, что... Что-то за фашистая масть в руке зажать. Она будет все щели вылазить. Это бесполезно. А уж Соломон-то разбирался. Их тысяча, когда у него было. Не разбирался Златовус, а сто тысячи он лучше написал. А Серахов тоже говорит. Ищи ли женщину, все мы умираем. И я нашел, что женщина горше смерти. Позвольте. Смерть – это кончина. Деньги, жизнь или смерть? Смерть. Нет. Горше смерти. Она после смерти тебя будет поносить. Она топтать тебя будет. Вот это пишет в Священном Писании, во Святой Библии, говорю. Характеристика... Даже неправильно я сказал. Златовус говорит. За намерение поцелуй. За намерение исправить тебя. А если правду сказал, поблагодари Бога, что далеко не залезла. Где? Это будет проявляться, что я говорю еще столько раз, что ты будешь ахать и охать, кусать себе будешь язык и губы. Ты ни разу не пожалеешь, что промолчал. Пожалеешь один раз. А скажешь, говорит, сто раз пожалеешь. У меня вчера был Алексей, загуляет. Он многое выложил, там, о времени. А теперь почему-то отводит. Я сказал, Христос должен образиться в нас. У него сильно эта праза попала. А где кто? Лениться только где-то. Я ему ни слова заметил. Весь вечер сидел. Я ему ни одно... Ну и как? Вот так. Я так молчу и дальше начинаю. Я-то его знаю. И до конца я ни одного слова не скатал. Проводил его молча. Молча остальное для себя сохранил. Понятно, что я его не оттолкнул. Хороший человек. Но увлекся. Вот тут с Романом был. Тоже земля плоская. Выше образование. Согласен, космонавты есть. Они лет... Есть, есть, есть. Но никто никуда не летал. Понимаете? Им платят. Все, договорились, но никто никуда не летал. За этой ложью тянется уже вереница большая где-то. Это никогда не посещает вечернее богослужение. Нету. На занятиях ни на одном никогда не было. И когда начинается, если человек такое предложение, если оно с предаточным каким-то предложением, он не знает, чем окончит. Я вам это не знаю. И, как правило, это бывает у людей, не однажды женившимися. Почему? Ничто так не изъедает мозгой, как блудная жизнь. Неверующая там жизнь даже. Даже бывает неверующая. Но она одна. На Горбачева никто не скажет, что он там бабник или кто-то. Он даже с этой Раисой под руку там где-то. И дальше говорит, там песни поет. Ну, царь Николай. Вот они сейчас Матильда придумали. Даже это будто бы было еще до Женейбы где-то. Ничего не было. Сегодня понятно все. И надо запакостить и показать где-то характеристику. Вам что сказать? Вот в этом прожженном, в этом утромке. Это ваше чадо. Все. И он на каждом шагу приходит. Отучи этого. Это не Спарталис. Это маменьки. Такое будет. И он женщину не ценит. Вот мамочка зовут везде написанного фанвизина. Считаю мамочка. Маменьки у нас мамы не зазывали никогда. Мамка. Мамка дома. Это не грубо, ничего. А просто так приятно было. Теперь, когда я стал учиться и считать, я теперь понял, что это означает. Это означает самое правильное отношение. Я не любезю перед матерью. И в то же время ей полное уважение. И мама ни разу не сказала, сынок, я люблю вас. Я сейчас люблю тебя. Сынок, я тебя тоже люблю. Избежавший из ада. Он ей говорит. Уходит. Мам, я тебя люблю. Сынок, я тебя тоже люблю. Слово люблю мы не слышали никогда. Мы не знаем его. А все было на любви построено. В лагерь приезжали психологи, профессора. Жили и говорят, главная движущая сила лагеря. Теория с большим буквами. Любовь. А они ни разу это слово не слышали. Слышали только наказание. О том, что строгая дисциплина. Они некоторые курили из них. Так они там. Потом написала она. Мы спрятались там с одной корреспонденткой. Это потихоньку затяжка. Да что ж мы делаем? Да что ж. Главное. Никакого удовольствия. Говорит. Откуривают они. Да что ж мы делаем? От не могли отойти. Вот в этом деле. У вас муж с вами живет? Нет. Нет, вы тоже. Еще с вас спрашивать. Метрогонки. Не могут мужа даже удержать. А чужого пытаются ущить и дерзить. Это никак. И не удержать. Я не знаю вашу историю. Почему, как. Ни той, ни другой не знаю. Но знаю, что с таким характером муж домой не торопится. Он может и пивнушку зайти. И где-то он знает лишнее переживание. Вот выток и телевизор. Щахнул, полежал. Опять где-то. Сказали машину. Машину подал. И все. И скопыльнулся. 55-60 лет его уже нет. Дальше говорите. Не хватит. Говорите. Надо же исправляться. Вот это вот что. И видите, вы меня сбиваете этим. То, что ты говоришь. Что-то я сожалею об этом. Закрывает ход мне. Говорит дальше. Я только могу сказать. Благословен Господь. Все. Остальное дело Божье. Но если человек замкнулся в себе. И сразу начинает дергать. То другое. Тут ясно дело, что сатана крутит. Говорит. Бал правит. По-настоящему. Это надо как смирение. Притом смирение истинное. В этих движениях. В словах. Я говорю. Вот когда женщина разгневанная. И там сатана трудится. Голос раненой рыси. Я не могу его вообразить. Как это показать. Но один архимандрит был. За умником. Ничего нет. Но голос именно такой. Что в нем? Не знаю. Проходит какое-то время. Бац. Он один раз выступил против меня. Где-то там. В разговорах опять. А когда познакомились. А только по интонации голосов. Взял. Вот и все. А еще это опыт. Мои года. Мои богатства. Мое богатство. Да никогда не приходил мимо. Ни одного ребенка. Чтобы где-то отдельно. Не понаблюдать за ним. У меня там вышка большая была. Я иногда залезу там. И лежу. Лежу. Я не играю. Там. Бадминтон. Городки. На ходулях. Я смотрю. И вот она. Один ночишка такой вот. Лезет. Она башня там еще сохранилась. Возле лагеря. Вавилонская башня называется. Ну не так высокая. А девочка залезла туда. А девочка намного старше его. Потеряется. А этот-то прежний. И он лезет. Что он лезет? Она вот так вот ногой. И вот бьет. Соответственно. А он уже поднялся ступеньки на четыре. Наверное. И вот так пинает его в лицо. Это как понимать? Когда тут один юноша стал сватиться к ней. Потеряюсь-ка. Я ему сказал об этом. Смотри. Я не знаю, какие там мне изменения. Но судя по матери, она унаследовала оттуда дерзость, непоколорство мужу. Все соединено в одном. Ну и тогда я ей высказал. Запретил ей близко подходить. Даже она не в лагере была, а пришла. Или была даже, не знаю. Вот такое дело. Вам я не буду больше ничего говорить. Только дальше в этом направлении идите. А теперь характеристика. Это мы начали детям давать. А потом взрослые. А потом родители стали просить нам. И мы даем характеристику с проглядыванием в будущее. А что дальше будет? И это в наших книгах открытым боком помещено. Помещено. И ну прошло там много времени. Первая книга в 2002 году вышла. Это уже 14. Да, это уже 16 лет. Так это до книги еще написано было. Ну добрые 20 лет. Разница большая. Юноше было, допустим, 18 лет. А теперь может 38. И все идет так, как сказано. Я никогда не брал на себя миссию одному проглядывать жизнь человека. Я сразу обращался к родителям. Его спрашивают. А кто у тебя самые близкие друзья? Друзья. И он такие. Я к ним обращался. С просьбой напишите. А он ждет. Ждет. Я написал. И ни слова против. И старообрядческие дети были. И баптистки. Маленький мальчик. Большой. Девочка. И брат и сестра. Но на разный абсолют. На один растет. Видно, что скособоченная жизнь будет. А девчонка. Ну хоть куда поверни ее. Хоть старший ставь. Это все у меня в книгах отображено. Это тоже интересно. В лагерях никто этого не даст. Главное это настроение у человека определяется молитвой. Благоговением молитвы. А если вот это вот он стоит четко где-то, а то у него пустота. Все промосится. Я в конце должен спросить. Согласна, что я говорю или нет? Я да. Я согласна. Марина, согласна, что я сказала? Да. Я буду молиться о тебе. Ты мне ведь не чужая. Обовременно. А вы в ней не будете? Нет. И ты такая же самая. Но она приняла крещение. Была здесь. Мне приходилось заботиться о финансах. И сейчас отправить как. Ну. Более, говорится, трудный персонаж. Но однако вот так. Вот вчера мы пришли. Дорогой. Почему они по Виталии так тихо шли? Впереди же вас Сергей опоздал. Он в конце уже нагнал нас. А мы разговаривали. Вот он разговаривал. Жест сзади. Вспомнишь этот ролик? А больше-то еще и нет. Я вас не допустил до гороха. Стойте, разговаривайте дальше. Раз вы это цените, а это не цените. Зачем насиловать? А пришли домой. Вы в 11 час пришли. Ну и берите, ешьте. Сколько хотите. Сегодня мы отправляем. Вам туда надо на двоих? Можете взять ведерко. Только надо заранее сушить. Они там начнут запреснивать. Их надо вышелушить оттуда. Так, вы возьмете с собой, поедете. Ребятишки любят, дорога будут шелушить. Прям ведерко разделите. Два ведерка я сегодня отправляю. Но тут остается что? Нас не забывайте в молитвах. Потому что вот это нападение прокурора на нас и другое, это Бог допускает. Он всегда выщет, все сильно. Он бы мог сразу ему голову ответить, и на этом все закончилось. Но я прошу, его не трогай, Господи. Чтобы другие потомки видели, что делает безбожество с человеком, который у власти. Он теряет рассудок и все. Да он говорит, дурак. Да дурака тоже дорасти надо. Тут надо еще ступени некоторые пройти. А это, может, не было. Это, как правило, студенческая, мудная жизнь. И заранее он высчитывает, где я буду невезди. Но он не знает. Прокурора ферру к стенке ставят. Этот человек этого не понимает. Есть генеральная прокуратура, другие там. Но главное для нас Бог. А мы молимся все и везде молятся. Своим везде. Везде, везде, Виталий. Везде. У меня это скачайте, поставьте, как хотел. Ролик хороший получился. Я вчера объяснял, почему я так дорожу этими строениями. Вы у нас садитесь завтракать в последний раз. Сегодня вы уезжаете. Так я понял? Да. Все. Поэтому наедайтесь досыта. А эти поедут завтра. Интересно мне. Первый раз у меня вот такой, чтобы шершик у него, как у голубя. Почему завтра? Сегодня поедет. А? Сегодня тоже поедет. А, ну да, он едет. Остается у нас кто? Только вот. Это у него так, наверное. Такая. Так и получилось? Да. Так и родился. Вообще интересно метко. И с правой стороны главное все. Это значит, за лихвастки парень будет такой. Он может с вышки прыгать. Так этого не делает. Лучше щупать среди. Ко мне вопросы. У нас только слова благодарности. Мы будем дальше работать над собой. Спасибо, что приняли нас. Простите меня за кашу с сахаром. С сахаром по Богу. Значит, наказ тебе сахар в руки не бери. Вообще. Теперь да. Не бери в руки. Обойдетесь без этого. Раз вы не однажды споткнулись на этом. Не отместя сахаром. Вот в чем замещание было сделано? Это усилие. Сидеть. Вот Никита ел. Тут яйца у Растиков с мяткой признаю. И что вытекло, он взял. А второе там на... Я понял, ты что делаешь? А там пол яйца где-то. Выскривай ложку. Ты ложка выскривай, там оно все в ложке. Дальше я определенное ему говорю. Вот полгода в рот не бери яйца. И он выдержал. Ты сам себя наказывай. То есть видишь, как и адекватное такое же наказание питью. Это можно делать самому, чтобы это закрепилось. Так, я сейчас попрошу... Там батюшка проехал вроде. Поехал? Да, да. Ну, и к нам что ли? Нет, не. Ну, туда пускай я увижу его. Я вам рассказываю много разных историй. Я замечаю в человеке какой талант. Вот. Я попрошу сегодня Виталия удалиться где-то тут. На улице, может быть, с Мариной хотели записать. И чтобы папа Линария была рядом. Если Марина скажет, рядом будете, тоже расскажет, как они были, как познакомились, что он хотел, ты слышишь? Игнатихович, дело в том, что у человека желания нету, а я с такими не работаю. Игнатихович, дело в том, что он хотел записать. Хорошо. Записать. Вот. Владимир Юрьевича записали. Кто у нас был, все записали. Михаил, все, которые были, я говорю, Кальмая. Все записали. Записали. Ответить на вопрос. Таких, которые записали сами своей рукой, у меня было 84 человека. Это не два. Как о Боге узнали, как стали молиться, как узнали про нас, как пришли в университет или куда. Я сама запишу этот ролик. Все? Я сама запишу вам его и пришлю. А она хочет сама его записать и потом выслать, когда будет, на Украину. Нет, нет, нет. Сама. Сейчас сделаю, на сегодня. Я сама. Здесь наводящие вопросы. И ты попутишься, можно рядом. Наводящие вопросы. Володя будет снимать. Меня там не будет. Ничего не таи. Ну, совершенно такое, которое тебе не надо. У меня все совершенно такое. А именно, как ты услышала, как ты была, какое было чувство, какое твое было разочарование, что ты приехала, не туда попала. И как ты тут терпела нас. Ну, если такое было. Ну, как бы похоже. Ну, то есть сказать искренне. А неискренно оно будет здесь. Вот это держится, вернулся только для вас. Это запредельно далеко зайдет человек. Оттяпает голову, глазом, говорит, не моргнет. Сохрани Бог. Это сколько препятствий, мгновенно перешагнуть. И не по знаниям, не по возрасту, не по месту. Ни почем. Мы не равны. И так кинуть, знаешь, что снимается, это уже... Это не просто о многом говорит, а характеристика с печатями. Печатями. Я когда добрый, значит, что по мне, тогда я улыбаюсь, беру за руку и там, серафиму, что угодно. Я благодарен Марины, что она с нами работала. Работала на Рыжковском пруду, где мы работали. Здесь были, работали наши люди. Хороший работник. А потом здесь сразу она вышибла ее, как говорили, кто-то ковал и по зубам ударил. И как будто ничего и не было. А то и на то бы закрепилось. Для нас важен был работник, никого нету. И мы все-таки заблокировали. Вчера Василия, Господь подвиг, и жену взял, сынишку Тихона, жену Александру. И проехали мы на шлюз, второй мостик проехали, а потом на Рыжковский. Я показал, потому что там есть что показать. Вопросы? Игнать Тихонович. Я вечером в Корчино повезу. Вот я днем-то раза два всего ездил, а тут в Подьмах. Найду я, как вы считаете, если вы объясняете мне, что шофера там несложно, по вот этой дороге через второй мостик, до Корчино повезу. Ну да. Еще? Там несложно найти, потому что время будет уже 10 вечера. А что найти? Ну станцию, станцию. Я отвечаю. Да, вместе поедем. Ты не был отсюда. Да. Он поедет, все снимет и покажет. Все. Вопросов у меня не было. Я не могу сказать детям. Я проезжаю мимо и никогда на станции не бывал. Может быть, бывал когда-то, там проезжал мимо. Так, еще что? Договорились. Сейчас только поедим и, Марина, сразу выйдите, как я кого назвал, записать. Покажи похоже, начни с этого подробно и маску скинь с себя эту деревянную. Нормальная женщина, нормальный говорит, улыбается. И профиль свой там убери. Вы даже не знаете, что это свидетельство. Люди грызут ногти. Кажется, ничего особенного. Я бы забыл, я знаю, который. Это очень и очень нехорошо. Ногти еды. Убийцы почти все грызут ногти. Я дальше не расследовал. Я не знаю, что, но это что-то говорит. Я спрашиваю, почему ты делаешь? Он не знает. Что, ногти грызут убийцы? Нет, конечно. Нет, но это свойство к ним близкое. Значит, это где-то так, пока по шерстке гладишь. А когда против шерсти, то вот так вот, он сразу зубу покажет. Я много видел, чего в мире. Много, потому что я работал много с молодежью. В университетах, в десятки школ, милиция, все отделы у меня. Тысячи ремиционеров. Они у меня все до одного знали. И прокуратура, и трудно найти место, где бы я ни проповедовал. Огромные аудитории, там, залы, актовые, в университетах, на заводах, на фабриках. Три радиопрограммы регулярно делал несколько лет. По эфирному времени первая на Алтае была. По проповеди, где был в стране, даже близко никого не было. Когда говоришь, так это невозможно. Это целый арсенал надо набирать людей. Это все Бог позволил делать. Поэтому моего ничего нет. Все благодать Божия. Благодать. Когда спал, даже неизвестно. И нигде не приходил с пустыми руками. Рюкзаки Библии приносил, Евангелие. А студентам это сам переплетаю бумаги, которые... Большие тетради, а тетради не было. Большие писали, что где-то. Все это, как настоящие книги. И несколько рюкзаков приносил на занятия. И бесплатно раздавал. Это вот имидж, что человек, из чего складывается. Во-первых, надо привезти, размотать эти рулонщики, которые выбрасывают отходы. А у меня хорошее отношение с директором этого предприятия «Алтайская правда». Грохотом Владимир Георгиевич. У меня разрешено было брать. Я носил и носил. Я даже сел и подсчитал. Я утром и иду туда-сюда, туда-сюда. Сколько раз зашел? Прошел утрами только где-то. За сколько время? 3400 километров. Чуть подальше Москвы. С рюкзаками. Так у меня как? Потом заболели. Вот это плещи передавлено было где-то. И в милиции, и в больнице. И в детские дома, где есть, и везде готовил эти переплетал настоящие книги. Чистые бумаги-то. И везде разносил бесплатно. А там я задействован. Я не считаю ни подвигом никаким. Представьте, в милицию я приношу бумагу, а там писать не на чем было. Солдата возбудут в армию, пуговок нету. Из дома просили. Беремень нашли, там, говорят, а бляхи нету, отца выпрашивают. Вот до какого сосали. В больнице ушли люди со своими ложками, кружками, чашками. В больницу. Это момент полного разворования, уничтожения империи. Это все умышленно было сделано. И в это время я нашел свое гнездо, ячейку, где бумаги. Один раз я завел только литературой. В один лагерь 4,5 тонны. Тонны. Это я и домой переносил. Чего грузишь головой-то? Тебя там не было. Знает об этом только Надежда Васильевна. И у меня склады дома было, все загружено везде. И сюда приезжали люди с окрестных, с подстепных. И их снабдил всех. Кто бы ни появился. Отсюда на машинах увозили. Сюда привозил на машинах. Мне давали большие машины. Долгуши. И у меня сейчас еще два склада забиты. Ну, на растопку газеты. Вот как. А то, а где я покажу себя? Какой-то вот, какой-то талант. Брать бумагу, отходы. Я там по полу ползаю, разворачиваю, скручиваю. А дома опять раскручиваю по размеру, резать ножом. А теперь, когда переплету вторичный обрезать. Я говорю, только Надежда Васильевна все это видела. И кое-где сохранились эти тетради. А другие переплетал. Это тетради в клетку. Так, сколько в них есть. А эти 504 страницы. У Володи где-то здесь, может, даже есть, посмотреть. Есть. 504 страницы. Переплетая старинным методом с капталом. А бывает и лясе, это закладка. Твердая корочка. Вот это вообще каптал, это вверху, когда она вот так. Там приклеивается. И никогда не узнаешь, что это вручную сделано. Отпечатано, выдавлено, крест распятия. У меня все было готово. И таких переплетчиков, у меня, наверное, десятки-десятки, на дом приезжали с разных сторон, со стороны. Я их учил бесплатно. И говори. Вот оно. У нас уже аналогия из трех, а оно найдется. Вот оно, смотри, какая. Пощупай. Вот, посмотри. Вот так. Вот оно. Ну и ясно дело, да, мне что-то каптал приклеено. Вот этот вот. Вот коричневый. Вот он здесь. 504. Вот он пишет. И как открывается. Полное, абсолютно. Это не проткнутое. Вот как. Старинным методом. Открывается до сантиметра, до миллиметра. Я теперь сюда попал. Вот она какая. Видишь? И узнает. Смотри. Ты не отвлекайся. Гляди сюда. А корочка как приклеена. Вот он здесь приклеил. Пожалуйста. Вот он вернулся, беглец. Виктор Николаевич, Сергей Павлович. Фотография-то какая хорошая. А теперь первая страница. Вот она. Видишь, как она? Так. Здесь вон. А теперь вот. Это фотография его здесь. Сергей тут. Вот. Фальчик как. Гляди. А вот это вот. А те шнуры капроновые, которые приклеиваются. Я ее могу взять вот так трясти. И никогда не оторвется. Ничего нет. Таких томов. Томов книг я переплел около трех тысяч. Вот это вот. Это требует несколько дней. И вот она. Это олень и рог у меня сделанный был. Вот как это. А вокруг себя сделать. И как выдавить. Это в другом месте сделали мне. Понятно? Это момент распада страны. Я оказался востребован. Так как. Думаю, что ни у кого этого нет. Денно и ночно проповедовать. Везде. В городе ни одного места не было. Люди пропалили. Вплоть до сапожных мастерских. Где бы ни пришел. И везде. Я прихожу домой. Возле дома стоят машины. Два полковника выше. Танковых войск. Авиационных. Мы тут рассуждали. Решили зафрактовать специально самолет. Чтобы у вас с одной воинской части другую. Это полное доверие было государственное. Отдельно с офицеры. Отдельно с милицией. По районам еще захватывал. Я сейчас оборачиваюсь назад. Это невероятно. Это невозможно. Бог сделал так. В школах где. Из класса в класс. И Бог давал такое разнообразие проповедей. У меня сохранилось там 1300 проповедей. Там уже тысяч пять пропало. То есть. Ну. В сердцах людей только. Так. Мы садимся за стол. По славу Божьему. Аминь. Не надо. Потому что дом. Это боль с милицией. Продолжение следует...